всех приветствую на канале дороги михаил илюшин приглашаю прокатиться со мной по улицам саратова 21 января 2023 года посмотреть как это было от рынка сеново до проспект энтузиастов заводской район поехали посмотрим начинают сеново рынка с левой стороны улице танкистов небольшой участок от соколовой астраханская от конца улице астраханской до начала далее второй станционный проезд большая садовая верхняя 3 солдатский проезд улице чернышевского улица джинькидзе и завернем на проспект энтузиастов это будет первая часть 20 от 21 января так как разделил на 7 частей поездку свою ездил в красный текстильщик вот заодно вам и показываю как я проехал будет смотреть вот астраханская у меня жадно неоднократно есть но все-таки был день хороший морозный показываю вам саратов далее будет заводской район через азина до переезда между березина речка александровка александровка ракурс как раз вы показываете туда и обратно как проехал то есть его сюжеты багаевка и красный текстильщик а потом обратно проедем через до 1 и можно сказать азина полностью покажу чехословатская советско-чехословатской дружбы площади до энтузиастов и далее через опять через проспект через комбайн бывший кто знает то просил авиастроительные аджамихидзе площадь далее будет чернышевского через дегтярный опять выйдем на второй станционный проезд и астраханская до сеново потом большая горная и университетская и до крайне доедем вот такие были поездки в этот день 21 января еще раз вам говорю напоминаю двух тысяч двадцать этого года рассказала нойтик и говорю ютюбе рутюбе в одноклассник вконтакте в дзен яндексе выкладывать данный сюжет смотрите подписывайтесь пишите читаю отвечаю все как обычно да и в принципе там что-то в этом году как-то мало пишут чтобы еще хотелось то ли я все уже показал саратове все что можно потому что действительно очень много сюжетов на саратове то ли еще что-то не показал можете написать куда заехать и что посмотреть мне самому интересно вот я не в александровке не было ни в багаевке не в красном текстильщике ни разу сам посмотрел и вам показывает ну а здесь по городу едем по астраханской смотрите смотрите субботний день это где-то около 12 часов дня машин мало люди еще не проснулись зато обратно поеду как раз все уже проснулись сейчас мимо детского парка мимо магистрали но все как обычно как астраханская есть она прямая то есть январьский сюжет февраля пол февраля буду показывать через день вот детский парк да есть но здесь постоянно вам скажу в этом на этом участке как бы не ремонтировали дорогу здесь вот постоянно на такая какими-то неровностями потому что выходит разбивает лужу но в один раз там вообще был кошмарики в один день говорим 20 или более было проколов проезжали через яма там была и через трамвай на пути проезжали и прям пробивали в шестнадцатом году где-то было готовы разделить вот как раз за дороги у нас и даже сейчас стало ездить намного приятнее да где-то местами уже есть небольшие изменения в асфальтном покрытии но что же как без этого быстро их заплатки кладут зимний вариант ехать приятно и удобно не думаю что ты погнешь колесо или попадешь ходить в яму как и должно быть но это опять же центральные дороги центральные улицы есть конечно где нет асфальта и не был никогда это жизнь такая не везде пока еще сделали хотя тротуар много прошлом году сделали на гузенского проехали налево и напоминая здесь две полосы прямо встречная полоса 3 это троллейбусы будьте внимательны то и дпс иногда это контролирует на вон и попадает сегодня проехал мельком взгляну какая-то новая камера на столбе я не знаю еще не рассмотрел там проехал в сторону города первый проезд танкистов ближе к перекрестку стопольчанской как раз ехать солнечной с правой стороны будет но я и только мельком взглянул как раз проехал в сторону города поехал в центр и увидел то что иметь ввиду я не знаю что там за камеру есть явно не просто крив на фиксация скоростного режима так что будьте внимательны как-нибудь проеду и покажу расскажу так как связи ситуация которая идет у нас в мире и прилеты были в энгельс у нас gps саратове центре не работает не сегодня сказали что таксиста ждет расплакались выходные дни не знает куда ехать город не знают и все и куда ехать и где искать то есть был тяжелый у меня видеорегистратор тоже там стоит опция показывает людей есть камеры какая скорость передвижения и этом центре отключается показывает время и все и запись выезжаешь из города ну так сказать из центра заводской ленинский там все опять включается но этот с этой обстановкой все правильно защита должна быть вот товарищ на приоре я посмотрел не включил поворотник и едет по телефону разговаривать ну ты поговори потом трогайся не на лошади же едешь нет телефон он замечаю если ей медленно я сейчас не про эту машину когда впереди а вообще если медленно ездят первое сразу девчонка мадам за рулем и второе то что едет товарищ водитель который не товарищ по телефону глазки опущены набирает сообщение лишь что-то читает вот такая же интересная но если вам неоднократно показывал данный участок ну извините за встречу солнцу никуда от него не денешься одно радует что это зима и солнце не так высоко сейчас заедем в тень то есть не так сильно било как летом но вот участок чернышевского прямая ажоникидзе мало-мало машин помню завод ленина остановка была направо с левой стороны там есть памятник защитником неба на есть или он остался но раньше было видел сейчас проезжаю не замечают на дорогу смотрю и дома да вот я сколько раз проезжал и вам показывать месси там раньше ничего не было дома микрорайон заводской район тоже отстраивается поедем когда через проспект энтузиаст вот кто спрашивал заводской ленинский лучше вот смотрите заводской тоже отстраивается это же до центра добираться мне кажется даже больше транспорта ход чем из поселок солнечного к примеру ну опять же смотря какой вы будете микрорайон выбирать сначала выберите в каком районе конечно заводской или ленинский как вы спрашивали или и потом выбирайте смотрите дороги вот у нас центральные транспорта общественные ходят ну слово заводской района конечно это уже сейчас условно заводов авиационный был там еще гпз шарикоподшипный остался и поднял шарикоподшипниковый но сейчас как-то по другому там называется мало-мало стал предприятие также как и в ленинского районе тоже столько было этих заводов закрытый город есть не забываем камера правой стороны вот проехали и так понимаю в спину кто едет заводской район и в логов заводского раньше здесь кто помнит ходил 15 трамвай до вокзала сейчас ходит троллейбус пока на этом трамвай помню доедешь до вокзала замерзнешь согласен зимой и троллейбуса были то не лучше конечно с автобусами и карус был гармошкой длинный кто помнит там тоже особенно на заднем местах там холод собачий был было сейчас другой общественный транспорт троллейбус его новые много-много новых троллейбусов теплые комфортные ну вот на этом заканчиваю благодарю за просмотр берегите себя до новых встреч в новых сюжетах всем пока пока начнется с этого же места вторая часть смотрите еще раз всем пока